Итак, в Москве разоблачили банду мошенников, которая отправляла покупателям интернет-магазины в кирпичи и бутылки вместо планшетов и смартфонов. Нетрудно представить, какое разочарование испытывали их клиенты при получении посылок. Обмануты тысячи людей по всей стране. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Репортаж Дмитрия Блиникова. Почтовое отделение в Москве. Полицейские надевают наручники на мошенников. Они пришли получить деньги за отправленную посылку, в которой вместо товара были камни. Преступная группа открывала интернет-магазины, предлагала компьютеры и мобильные телефоны по низким ценам. Но вместо гаджетов клиентам посылали кирпичи и бутылки с водой. Набрав заказы и получив деньги, мошенники один магазин закрывали и открывали другой. Только в январе они заработали больше шести миллионов рублей. Покупки в интернет-магазинах всё чаще становятся лотереей. Некоторым везёт больше. Евгения Поспелова из Перми, например, получила печенье вместо планшета. Андрей Крашнёв из Ростова-на-Дону – плитку шоколада. Хотя заказывал дорогой смартфон. Продавец пытался давить, что у тебя нет доказательств. Это не доказательства. Он также прикладывал видео, где он какой-то телефон заворачивает. Антон Воловиков из Тамбова получил посылку, где вместо запчастей для компьютера были провода для телефона. Ксения через интернет заказала одежду у так называемых байеров – перекупщиков, которые возят люксовые вещи из-за границы. Уверяют, что одежда и обувь попадают клиентам прямо с полок парижских бутиков. Я нашла солидную такую страницу, которая была переполнена просто фотографиями из бутиков, отзывами положительными. Там было много подписчиков. У меня не возникло никаких сомнений. Ксения перевела 128 тысяч рублей, но посылку так и не получила. И телефон-интернет продавца перестал отвечать. Я сразу поняла, что она меня заблокировала. Я начала ей писать. Естественно, мои сообщения не доходят. Ксения написала заявление в полицию, а в банке заявили, что переведенные деньги уже сняты со счета в городе Азов Ростовской области. Если ты хочешь купить качественные товары, если ты хочешь, чтобы тебя не обманули, то отправляйся в магазин, отправляйся на известную электронную торговую площадку. И в этом случае есть надежда, что деньги вернутся в стопроцентном объёме. Дмитрий Блинников, Арсений Ченков, Марина Громова, Кирилл Бортников. Вести.